Здравствуйте, туристы и милитаристы. Сегодня у нас на кухне бестековский пингвин. На самом деле расцветок у него много, но мне досталась такая вот патриотичная эстонская, цвета эстонского флага, если мы берём синий, чёрно-белый. То есть вот так уж совпало. Что хотел сказать. А ничего, давайте резать. На самом деле я вижу будущее, сейчас всё будет замечательно, всё будет хорошо. Единственное, что будет незамечательно, это когда я выключу камеру, мне придётся так или иначе, с учётом того, что здесь D2 на клинке, мне придётся крайне тщательно всё это выдувать, вымывать и проверять. Но это ладно. Это просто какое-то близкое будущее. Всё, можно тест заканчивать. Резанул крыло так, что просто вот можно дальше не продолжать. Ну ладно, давайте всё-таки продолжим. У меня к вам вопрос на тему сегодняшнего разговора. Вообще очень будет здорово, если вы, ну, кто-нибудь из вас, кто там не стесняется или кто общителен, пообщается со мной на тему сегодняшнего разговора. Почему? Потому что мне просто вот интересно, как много людей у нас поступает вот так, а как иначе. Вопрос очень простой. Как часто вам в жизни приходится говорить другим людям нет? То есть я даже немножко шире возьму. Понимаете, это дело не в том, что, ну, напрямую там вам говорят, Вась, дай 3 рубля в долг. А ты говоришь нет. Нет. А в принципе, когда идёт с твоими интересами, с какими-то вразрез что-то такое, что тебя просят сделать, или на что тебе намекают, что тебе нужно бы сделать и так далее, и так далее. И получается, что, ну, как бы, ответ совершенно логичный. А не пошли бы вы все нахер. Я, ну, я сейчас немножко так распедалю дальше, потому что, по большому счёту, самое простое, это, конечно, говорить на собственном опыте. Да иди ты сюда тогда на тарелку, а тут тебе не видно, не слышно будет вообще. Как режу, не видно. Очень люблю складные а-ля несмукоиды. Это невероятно резучие сукины коты. Просто классные вообще. Просто классные. С этим я сегодня, вот, опять же, пример нет. Появился какой-то у нас, появилась какая-то некая Марина в комментариях. Ну, совершенно понятно. Пошли какие-то провокации под всеми постами и так далее. Я заблокировал именно в группе Архадыр Клаб. Пишет в личку, типа, котик, разблокируй меня. Я говорю, а зачем? Ну, там, типа, а почему бы и нет? Я говорю, ну, у тебя страница явно какая-то левая. Фотки явно сперл. Вообще, вот так вот по базару, я думаю, что это, скорее всего, мужчина, который как-то безуспешно пытался себя выдать за женщину. Ну, в общем, без хамства, без особого, просто отказал и все. Просто нет и все. Ну, написала сразу, какой я такой-сякой. Ну, и в ходе всего прочего, то, что я там алкоголик, матершинник и так далее, написала, ну да, что я матершинник. Что я там, там, пятое-десятое. Ну, вот, думаю, блин, ну, а матершинник-то, что ж такого-то? Ну, бывает, выскочит крепкое словцо. Ты же, как говорится, не в библиотеку пришла, я не в музей. Или пришел, не знаю. Ну, ладно. Так вот, я могу сказать, что... То есть, сегодня я много буду говорить о себе, потому что это именно, ну, грубо говоря, вот как я ситуацию вижу со своей колокольни. Колокольня моя очень простая. Я могу сказать, что у меня очень много недостатков. Я это говорю сейчас. Не рисуюсь, не красуюсь, не набиваюсь на комплименты. Я просто знаю это по факту. И одним из моих достоинств является, на мой взгляд, то, что я совершенно спокойно и свободно людям отказываю. Говорю нет, без каких-то проблем. И когда мне кто-то говорит нет, я никогда из этого не делаю проблемы. Почему? Потому что я понимаю, что если человек делает так, как удобно, или поступает так, как удобно, и ему при этом удобнее мне отказать, то как раз таки, чтобы с этим человеком сохранить нормальные отношения, или не вступить в конфликтные, или даже если нет никаких отношений, но ему так просто проще, а у меня никогда не бывает никаких претензий к таким людям. То есть я вообще совершенно не пытаюсь там как-то, что вот, там, туда-сюда, как-то там обидеться или там еще чего-то. Почему? Потому что нет, это тоже ответ. Он иногда лучше, чем да. Все. Как говорится, сразу все ясно, сразу все понятно. Потому что люди, в принципе, делятся на две категории. То есть здесь даже дело не в эгоизме. Здесь именно дело в том, что вот в каком-то вот именно вот в этом вот смысле, я даже не могу сказать, что одни там терпилы, а другие постоянно там как-то вампирят и так далее. Но по факту в этих двух категориях есть сильно выраженные личности и слабо выраженные личности. Но по сути категории две. То есть я не делю всех людей всего пополам. А именно вот по этому принципу. По принципу да, нет, я делю людей на две категории. То есть и в одной, и в другой категории есть очень хорошие люди. Причем люди, которые не умеют говорить нет, они, как правило, такие очень хорошие все. Почему? Потому что есть люди, которые в силу воспитания, в силу робости, в силу вообще не понять чего, в силу каких-то психологических моментов, они не умеют отказывать другим людям. А вторая категория, есть людей, которые ездят на тех, кто не умеет отказывать, они пользуются этим постоянно. Причем есть те, которые пользуются этим сознательно, а есть те, которые пользуются этим бессознательно. Они просто вампирят. И причем вот это вот юзанье людей людьми, оно на самом деле... Ох, как ты по косточкам-то, по ребрышкам прошелся, реально. Ну, D2. Китайская D2 здесь, по большому счету, и сказать-то нечего уже. Здесь все до нас сказано. Как же я люблю D2. Это просто сказка какая-то. Ну и плюс, конечно же, бестековская заводская заточка. Видите, здесь тоже вот момент такой. Кстати, обращаюсь к профессионалам, к экспертам-ножевикам, к тем, кто шарит. То есть, понимаете, здесь такой момент. Когда я говорю D2, я восхищаюсь ей, как она работает и так далее, и так далее. Но ведь по сути, здесь очень важную роль играет заводская заточка. Почему? Потому что, ну, те, кто знают, те знают, а кто не знает, я просто довожу до вашего сведения, что я не перетачиваю ножи для тестов. Я исключительно работаю заводской заточкой. То есть, я сейчас это даже не буду обсуждать, почему я это делаю. Но по факту так оно и есть. Только заводская заточка. А первая, кстати, причина, потому что я не умею точить ножи. Вот. Вторая причина, потому что мне лень. Третья причина, потому что у меня нет на это времени. А четвертая причина, это то, что я хочу, чтобы люди видели то, что они, если они решат купить вот этот нож где-нибудь, вот конкретно этот нож, они сейчас вот на заводской заточке видят, что они получат в коробке. Почему? Потому что вот эти вот возгласы, а что ты заточи? Что ты не мужик, что ли? Возьми да заточи. Нет, меня не устраивает. Почему? Потому что любой тупой нож можно, конечно же, заточить, если ты мужик, ты молодец и так далее. Здесь дело не в этом. Дело в том, что если производитель или магазин посылает на тест нож, он должен послать именно вот, ну, грубо говоря, люди должны видеть то, что они купят. Потому что вполне возможно, человек не умеет точить, как я. Вполне возможно. Блин, какой острый. Как приятно. Как приятно. Вполне возможно, нож пойдет в подарок кому-нибудь. Вполне возможно, нож пойдет в подарок человеку, который не умеет точить. И получив хороший, по сути, нож в подарок, он сразу получает геморрой. А где мне это заточить? Как мне найти заточника или приблуду точильную и так далее, и так далее. То есть, ну, короче говоря, тем более у нас есть очень хорошие каналы ютюбные по заточке. Поэтому я показываю исключительно на заводской заточке. Поехали дальше. Так вот, вся фишка в том, что действительно... Почему вот меня, например, это напрягает? Я научился говорить нет людям самого разного уровня близости. То есть, конечно, я понимаю, что иногда ты не можешь сказать нет, например, если это связано с работой. Правильно? Почему? Ну, потому что иначе ты лишишься работы. То есть, ты делаешь то, что тебе не нравится. Или ты делаешь то, что ты считаешь неправильным, но твое руководство считает именно это правильным. То есть, ну, окей, ты начальник, я дурак. Принцип никто и не отменял. По сути, старый как мир принцип. Наверное, с появлением в каменном веке или в каком-то там палеолите первого начальника, собственно говоря, этот принцип сразу же и родился. Нет, я не о том. Я о том, что именно друзья, коллеги, родственники. У родственников это наиболее в тяжелой форме выражается. Почему? Потому что у меня есть, например, именно примеры из жизни. Просто, ну, люди настолько чистые по умыслам, люди настолько вот, они именно действительно, вот, даже не в интеллигентности дело, а очень такие прям и не особо робкие. И не особо они там, а вот, ну, очень душевные действительно люди. И у них реально есть вот этот вот недостаток, то, что они не могут отказать ни в одной просьбе своим друзьям, своим близким, своим родным. И самое прикольное, что их же родные люди, которые состоят с ними в очень близком родстве, понимая это, всю жизнь их юзает. Юзает всю жизнь, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Это действительно, это вот происходило на моих глазах, но это просто жопа. И как бы вы мне можете сказать, что, ну, если по большому счету, а тебе-то что? Может быть им нравится вот этот вот мазохизм, они все делают, что их не попросишь, даже когда им крайне неудобно, даже когда им там, ну, все поперек, но они все делают в противовес своим интересам, для того, чтобы вот, чтобы их там не попросили друзья или родственники. Я могу сказать, что, почему меня бомбит это, потому что, во-первых, мне жалко этих людей, потому что я понимаю, что их действительно используют, и они просто-напросто растрачивают свои жизненные ресурсы на то, чтобы вот таким вот паразитам потакать во всех их просьбах. Блин, как же кайфово, ребята, вот оно вот, ну, действительно. На самом деле очень много подобных ножей. Я сейчас вспомню тот же самый СТР, тот же самый Каджек. То есть, это действительно просто потрясающие вот такие ножи, такой формы. Офигенно, офигенно. Здесь даже дело не в том, что нож удобен. Дело не в том, что нож острый. Он очень удобный именно для нарезки. Кстати говоря, я не договорил, что по поводу заточки и так далее. А почему именно, когда D2 попадается, значит, ее правильно, ну, можно правильнее заточить, потому что она более агрессивная изначально. Она получается, что именно клиночек с D2, вот приходит вот такой вот, ну, грубо говоря, от одной и той же компании. Я понимаю, что если придет, например, К110, при всем моем уважении, она все равно сильнее мылит, чем D2. Я говорю, что я в К110 немножко так не то, чтобы разочаровался, но по факту она не является коррозийно-стойкой такой вот прям уж совсем коррозийно-стойкой, а при этом мылит, то есть, ну, за ней ухаживать нужно, как за той же самой D2, а при этом мылит она сильнее все-таки, чем D2. Поэтому, поэтому. Вот, и получается, что именно я бы, может быть, и не обращал на такие ситуации как бы внимания, но если я люблю или уважаю людей, которые вот такие вот просто безотказные по жизни, да, меня это начинает, конечно, бомбить. А если я, например, получается так, что мои интересы, мне приходится, ну, грубо говоря, ломать там свои расписания, мне приходится делать поперек того, что мне нравится, поперек того, что мне хочется и так далее. Почему? Потому что я связан с человеком, который, грубо говоря, там согласился на что-то, и мне нужно как бы вместе с ним вписаться в эту тему, а она мне нахрен не упала. Вот тут меня просто начинает колбасить, просто мрачно вообще. И в этом плане зачастую возникают всякие разные такие ситуации. То есть, ну, я могу сказать, вот у меня, например, супруга моя, она именно такого типа человека. Мне не буду сейчас жаловаться на жизнь, но по факту, то есть, какие-то элементарные вещи. Я не говорю, что там все у нее, все ее прям там совсем заюзали и так далее. Но какие-то моменты, если ей что-то неудобно, блин, а морковка очень сильно прилипает, кстати говоря, к клинку. Прямо конкретно прилипает. То есть, если ей что-то неудобно по времени, если ей неудобно, там, я даже не знаю. То есть, ей может позвонить человек, которому вообще пофигу, сколько времени продлится разговор. А она, например, Юля моя, она опаздывает, предположим. Ну, не опаздывает, там, ну, уже узко по времени, там, на тренировку или еще куда-то, или еще куда-то. А мне, например, как вот я к этому привязан, потому что мы вместе должны поехать. Я просто понимаю, что она из вежливости, из какой-то вот этой деликатности, деликатесности, блин. Она не может положить трубку. Она вот это вот слушает, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Причем то, что ей совершенно не нужно и неинтересно. Ну, человек же позвонил. Ну, и такие вот ситуации, они возникают сплошь и рядом. И, конечно, ну, я могу сказать, что чему-то все-таки моя жена от меня научилась за эти годы. Но меня это просто вплющит иногда. Я реально, и у нас, к сожалению, она как бы понимает, что я прав. Но она считает, что я не прав в том, что я там это высказываю или как-то там, нося в виду, там, неподобающее, там, или еще что-то. И даже иногда у нас возникают, ну, не то чтобы там конфликты, нет, но терочки какие-то бывают на эту тему. Слушай, братан, ты на самом деле такой острый, что я вот так вот в палец большой нарезаю и особо без какого-то прям фанатизма нарезал. Почему? Потому что я понимаю, что рано или поздно я палец себе разрежу. То есть здесь дело в том, что, конечно же, есть люди, которые там родственники, там, у меня мама в свое время ее просто отрывала на тему того, чтобы именно, как сказать, я-то ей помогу в любом случае, если нужна помощь, и она мне, безусловно, мама, сын и так далее. Но ей, наверное, в какой-то момент нравилось то, что вот у нее, ну, конечно, она там гордится, что у нее сын вырос такой вот умный, там, с какими-то познаниями в определенных сферах и так далее, и так далее. И в какой-то момент было вот так, что, слушай, а помоги, пожалуйста, вот тебе позвонить там Мария Петровна, у нее там вот такая-то проблема, помоги ей, пожалуйста, решить. Хорошо, без проблем. То есть вначале это вообще прям даже, я прям с энтузиазмом, да, Мария Петровна позвонила, я там все распедалил, все объяснил, что куда написать, что где сказать, как чего-чего, где как вести себя. Все в порядке, как бы, но проблему. Один раз мне пораз, один раз я на рынок ходил и покупал, там, я не помню, какую-то еду у одних и тех же продавцов, там супружеская пара была, они уже пожилые люди были, и у них была какая-то заморока с документами для сына. Ну, и они меня просто спросили, я вот подошел, они говорят, слушай, а вот это вот там пятое-десятое, вот мы думаем сейчас адвоката взять, там все такое. Ну, что сделать, я говорю, бери карандаш, ручку, говорю, пиши, туда-то ходатайство, туда-то заявление, вот это нужно сделать, вот это нужно сделать. Там-то госпошлину, пятое-десятое, все, купил там свои еды, ушел, через где-то там, через пару недель, может быть, встречаюсь. Говорю, ну что, у вас с сыном там нормальный, попей, закончилось, очень острый нож, ребята, очень острый нож, он прям, он прям дивно и удобный, и все просто, ну, я же, я говорю, я из коробки его достал и понял, я вижу будущее, я понимаю, что именно так и будет. Вот, самое смешное, что после разговора со мной они наняли-таки адвоката, еще в кроновые времена заплатили ему там кучу денег, и он, в принципе, написал план действий немножко победнее, чем я сказал. Это я сейчас не выпендриваюсь, а к тому, что, ну, то есть, совершенно спокойно людям помочь вообще, но потом начинает просто напрягать, потому что нужно встретить какую-то дочку, я сейчас уже снова жалуюсь на свою мамочку, нужно встретить на машине какую-то дочку, ее какой-то знакомый, для того, чтобы отвезти там ее в общагу, нужно там еще что-то, нужно кому-то что-то перевезти, нужно кому-то что-то объяснить и прочее, и прочее. В какой-то момент я перестал понимать, зачем я это делаю, то есть, и вот как раз-таки на тот момент я уже начал взрослеть, я просто позвонил маме и сказал, все, мама, баста, я помогаю тебе, все, что хочешь. Но, как бы, вот это вот именно, ой, посмотрите, мой сын такой классный, он вам сейчас все объяснит и так далее, и так далее, нет, у меня, ну, причем я не собираюсь там за это денег просить, там, еще что-то нет, по факту мне просто нет на это времени и нет желания, то есть, не срослось. И после пары еще попыток дополнительных, мамуля очень быстро как-то так вот в норму пришла, то есть, по большому счету, сложнее всего отказывать друзьям, когда действительно друг или хороший товарищ просит о чем-то, безусловно, совершенно не впадлу, даже в нарушение каких-то своих интересов, даже себе в ущерб, даже себе как-то вот именно совершенно не... Ну, бескорыстно помочь, это святое дело. Но если это начинает продолжаться, если человек садится тебе на шею, то здесь возникает вопрос, кто ты ему? Ты ему друг или донор? Даже я могу вам сказать, здесь дело даже, я говорю, что никто там не собирается, ни у кого денег в долг брать, нет. Это может и выражаться, например, в том, что человеку просто нужны уши. Предположим, у вас есть товарищ, которому просто нужны свободные уши. Он будет вам названивать, постоянно рваться, как беглец на колючку, забивать какие-то стрелки, встречи, там, туда-сюда. Ему совершенно похеру, какие у вас планы, сколько у вас времени и так далее. Почему? Потому что ему нужно выговориться, ему нужно рассказать по восьмому кругу все свои новости, ему нужна обязательно, именно нужна и жилетка, и ухо свободное и так далее, и так далее. То есть, в какой-то момент даже человек недалекий понимает, что его друг, ну, он именно вот просто вампирит. Ему нужно конкретно, вот ему нужен просто собеседник. И здесь вариантов развития событий три. Можно терпеть это всю свою жизнь, просто терпеть. То есть, тебе не нравится, тебе звонит, как какой-нибудь там Вася Петров, ты смотришь, бля, или врешь, то, что там ты был занят, или еще чего-то. Или поднимаешь трубку с пониманием того, что у тебя ближайшие 45 минут просто высраны из жизни, ты просто их потерял. То есть, терпеть. Второй вариант, просто с этим человеком расстаться. То есть, понять, что, ну, блин, дело даже здесь не в том, что он же хороший человек. Но нет никакой возможности, вот это вот продолжалось, чтобы. И третий вариант, самый правильный, на мой взгляд, вот лично я так делаю, какой бы близкий там вдруг не было, как бы не было, ты должен, даже если вот такие вот моменты происходят, самое правильное, сразу прочертить границу, но обозначить, что у тебя должно быть свое время, что ты не против там встречаться и общаться, но в каких-то разумных объемах и так далее, и так далее. И просто четко, совершенно спокойно, без каких-то там придыханий, без каких-то там намеков, без какой-то лжи, совершенно спокойно сказать. Так, братан, вот будет или так, 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 или не так. Дальше уже выбор за человеком. И, ну, если человек нормальный, если адекватный, если он вам действительно друг, кореш, он вас услышит, он услышит, что это уже идет сфера в ваших интересах, и ему бы тоже было бы здорово, как бы, немножко пойти навстречу. Все, вопрос закрыт, с дружбой, с товариществом, все в порядке, как говорится, нет никаких проблем. Так, плюс к этому, конечно же, сводится умение говорить «нет». Сейчас, погодите, ребят, секунду, будет закипело. Вот так вот, пускай будет так. Пускай начинает. В принципе, поведение человека. То есть, я под вот этим вот «нет», я подразумеваю не только, когда вот ты говоришь, там, ну, тебя просят, там, о какой-то услуге, ты отказываешь человеку. То есть, в этом плане, я считаю, что все должно быть, и особенно именно в дружбе. Дружба друзей, в отличие от родственников, выбирает. То есть, это родню не выбирают. И говорят, что друзей тоже не выбирают, потому что настоящий друг, он тебе как брат. С одной стороны, да. С другой стороны, я считаю, что в дружбе и в браке, например, между людьми, должно быть обязательно комфортно всем. То есть, не так, что один действительно просто вот, один, как говорится, донор в этой дружбе, а второй что-то постоянно получает. Нет. Здесь, вот у меня, я могу сказать, что вот у меня очень мало друзей, но мне с этими людьми сверхкомфортно, очень комфортно. То есть, я с ними дружу не потому, что мы там когда-то где-то там пуд соли съели, и не потому, что мне так мама велела там, или это выгодно, или еще чего-то. Нет. Вот конкретно, если говорить о друзьях именно, то мне со всеми своими друзьями очень комфортно. Мне с ними хорошо. То есть, в определенных, опять же, рамках проводить время вместе. То есть, не постоянно там, ну, это не замещение семьи, там, или еще чего-то. Нет. А именно, когда, как говорится, тайм-тейбл устраивает и тебя, и твоего товарища, ну, грубо говоря, частота ваших встреч, где, как встречаться, чем заниматься вместе, о чем разговаривать, и так далее, и так далее. То есть, в этом плане, я могу сказать, что у меня друзей действительно мало, но мне с ними по-настоящему повезло, почему-то, потому что я действительно от этих вот отношений, от этой дружбы, я просто кайфую. Я действительно получаю очень много положительных эмоций, и я уверен в том, что я в этих отношениях, в этой дружбе не паразитирую. То есть, я так же много и даю. В этом плане, конечно, это просто супер, когда так получается. Почему так получается? Потому что люди, которые вроде бы когда-то на каком-то жизненном этапе могли бы стать друзьями, но как-то себя неправильно повели, ты вовремя им сказал нет. Все. Ну, не срослось, не срослось. Никто не виноват. То есть, это не значит, что они плохие. Это не значит, что я тут такой хороший и прочее, и прочее. То есть, безусловно, у меня определенные какие-то требования, определенные критерии к людям. Но я, с другой стороны, и совершенно спокойно отношусь к тому, что и у этих людей ко мне определенные критерии заданы, определенные требования. И если вот это вот все вместе, вся эта химия срослась, значит, зашибись. В ножевом сообществе я, например, неоднократно свой адрес слышал упреки, что я человек тяжелый. Я не ценю людей, и я очень легко отказываюсь от людей, которые там были со мной близки, там, и как-то мы там помогали друг другу и прочее, и прочее. Я вам открою один секрет, если кто вот, ну, понимает, о чем я говорю. Я в жизни, в принципе, точно такой же. То есть, здесь, что ножевое сообщество, что какое-либо другое сообщество. Единственное исключение – это работа. Почему? Потому что я туда хожу работать, а не кому-то нравится, или чтобы мне кто-то нравился. Поэтому я совершенно спокойно могу работать с людьми, которых я терпеть не могу, по той простой причине, что это работа. Все, здесь никаких не нужно дополнительных эмоций. То есть, ну, как бы при этом и на работе тоже у меня очень часто бывают именно такие ситуации, что я не заставляю себя любить. Я совершенно спокойно говорю людям в лицо, ну, что-то нелицеприятное, негативное. Если я считаю, что это будет на пользу делу, если я считаю, что это каким-то образом, что их поведение как-то задевает мои интересы. То есть, опять же, не деликатничаю, никогда не деликатничаю. Поэтому у меня много недоброжелателей, как есть. Но, с другой стороны, я совершенно открыт к любой критике и в свой адрес. Ну, то есть, в этом плане, мне кажется, что так правильно. Хотя я понимаю, насколько сильным мудаком я многим людям кажусь. Даже вот сейчас я это говорю, я понимаю, насколько много людей сейчас по ту сторону экрана подумали, ну, ты мудак. Ну, что тут скажешь, ребят. То есть, опять же, самому, даже не самому, а просто какому-то близкому человеку, знакомому человеку. Посмотрите, как он нарезает. Вы видите, да, я тут разговариваю, а он между делом режет. А помидорка, между прочим, очень-очень такая, она именно тупо на горячее. Больше с нее уже ничего не возьмешь. А он ее и кубиками, и по-всякому, и вдоль, и поперек. Все очень-очень-очень прекрасно с этим ножом. Все просто замечательно. Это именно вот резачок такой вот прям вот для командировочных, например. Это просто супер вариант. Почему? Потому что это именно складной кухонник, по сути. Это очень-очень прикольно. Ну, ладно, я сейчас не буду говорить именно о складных ножах, как о кухонниках. Я уже много раз говорил. Лично я предпочитаю скелеты, конечно, именно за их, за их, скажем, гигиеничность. Вот. Простоту обслуживания. Так. Здесь у нас мы разобрались. Сейчас, ребят, секунду, время не отнимет. Я новую пачку, новую пачку салфеток открою. У меня старая закончилась. То есть, совершенно спокойно, опять же, без каких-то там, просто расходишься с человеком, и все. Значит, не срослось. Почему? Потому что, ну, вот был у нас один господин. Все же было замечательно. Все было нормально. Ну, общались там, поддерживали друг друга и так далее, и так далее. То есть, там, какие-то были совместные проекты, там, пение, то же самое. Все, все, все было здорово. Значит, до того момента, то есть, я даже понимал и совершенно допускал некий уровень хитрожопости в отношениях. Некий уровень какого-то вот этого вот, ну, перетягивания одеяла. Ну, почему бы и нет? Все взрослые, если меня это устраивает, в определенных, как бы, именно пропорциях, в определенных размерах. Ну, почему бы и нет? Пускай будет. Ровно до того момента, как товарищ не скрысил часть общака. После этого отношение изменилось кардинально в худшую сторону. Или, опять же, были отличнейшие отношения с одним сообществом, дружили, как говорится, семьями, все здорово, все отлично. О, бля, это печальная печалька, по-другому не скажешь. Такие авокадо, это и не авокадо вовсе. А другой-то зеленый. Чувствую. Нюленция моя сегодня останется без любимого фрукта. То, что авокадо это фрукт, это, в принципе, издевательство. Какой нахрен фрукт? Хотя, сейчас скажу. Можете попробовать. У меня тут Юля сделала себе смузи. Она смешала молоко, банан и авокадо. И получился вкус дыни. Причем она говорит, попробую. Я такой, фу, блин, авокадо, нафиг надо. Я пробую, реально вкус дыни. Вот прям вот, авокадо, банан и молоко. Просто капец. Прямо, ну, настолько причем такой. Ну, в общем, кому не лень, попробуйте. Просто скажите, вот так оно или нет. На ваш вкус, на ваш взгляд. Так вот. И опять же. Ну, дружили, как говорится, семьями с одним сообществом. Все было нормально, все было хорошо. И потом просто случилась, ну, дурацкая история. Реально дурацкая история. Один наш камрад попросил там у них опубликоваться. И прочее, прочее. С него попросили за это денег. И опять же, ну, не впадая там в какую-то истерику, я не бился там головой, никого там не уговаривал, за советскую власть не агитировал, ничего. Я просто сказал, что с этим сообществом я больше не дружу. Все, у меня никаких с ними отношений нет. Ни плохих, ни хороших. То есть я искренне желаю, там очень хорошие люди, я им искренне желаю всяческих успехов, чтобы все было действительно у них замечательно. Просто, ну, какие-то вот такие вещи у меня, например, ну, не вошли и как-то вот... Я сейчас повторюсь, ребят, я себя считаю в этой ситуации неправым. Я не рисуюсь, не красуюсь и не пытаюсь выглядеть лучше. Нет, я, возможно, рубанул с плеча, и люди действительно хорошие и прочее. Но мне гораздо проще сразу сказать, все, до свидания, чем потом вот этот вот камень за пазухой носить и думать, ну, вы, блин, и вот все-таки неправы были тогда-то и тогда-то. А так, ну, как говорится, по-разному смотрим на вещи, значит, по-разному смотрим на вещи, все. Тяжелее всего говорить «нет» людям, слабым, пожилым людям. Вообще тяжелее всего сказать «нет» своему ребенку. Это вообще пипец. Причем приходится-то говорить «нет» по сто раз на дню, правильно? Отказываешь в том, отказываешь в сём. И я поймал себя на мысли, что надо работать над собой. В том плане, что действительно в какой-то момент понимаешь, что ты уже ребенку отвечаешь «нет» на автомате. И поэтому я стараюсь, я до конца еще это не освоил. Какой же ты собака острый. Птица-пингвин. Причем пингвин-то птица сама по себе достаточно такая неуклюжая, хотя наделена очень большим количеством положительных каких-то моментов именно вот по характеру, там, верности и прочее, прочее. Так вот, с ребенком. С ребенком сложнее всего. Почему? Потому что ты понимаешь, по поводу мультиков, по поводу сладостей, по поводу каких-то вещей, то, что он хочет сделать, это небезопасно, там, или еще что-то. Или это просто тебе слишком шумно, слишком неудобно. И у тебя были вообще другие планы. И как бы вот так вот и вот так. Здесь в идеале, которого я не достигну, к которому я стремлюсь, я к этому пришел не через какие-то педагогические там книги, не через какие-то там сайты или еще что-то. Нет, я до этого допер сам. В какой-то момент я понял, что я уже просто привык своему сыну отвечать. Нет, какие-то мелкие вот вопросы. По поводу киндер-сюрприза. По поводу... А видите, как удобно? Вот здесь. По поводу там мультфильмов, по поводу того, по поводу всего. Ты просто начинаешь действительно на автомате отказывать ребенку. Тебе так удобнее. Да и в принципе уже как бы... Ну, раз спрашивай, значит, поспрашивай какую-то херню. Проще отказываться. И вот в идеале абсолютно каждую просьбу ребенка, даже если она повторяется 25 раз, даже если она совершенно нелепая, даже если она совершенно, скажем, во вред, и ты думаешь, блин, ну какой бред вообще вот это вот все может быть. Или те же самые там сладости, несладости и так далее. Каждую просьбу ребенка надо внутри себя проговорить, взвесить и попробовать убедить себя. Хорошо, а давай все-таки вот это вот можно разрешить. Ну, при определенных ограничениях договариваясь на какие-то будущие ограничения. Но можно сейчас. Почему? Потому что именно... Здесь такое дело принципа именно. Чтобы он не слышал постоянно от тебя слова нет. То есть, понимаете, это... Папа как Маргарет Тэтчер. Мистер нет. То есть, просто вот, чтобы не спросил, он сразу же тебе скажет, ой, нет, это вредно, это плохо, это поздно, а это мы не планировали, а мы так не договаривались. То есть, нет, 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 нет и нет. Вот это неправильно. Вот это неправильно. То есть, надо... Надо каждый раз слушать, прислушиваться, и у меня не всегда это, к сожалению, получается. Вот здесь действительно не стоит торопиться с какими-то отказами. Ну, я не знаю, я могу сказать, что я сейчас про жену подумал. От меня жена не слышит вообще слов нет. В принципе, не слышит. Потому что она никогда мне не просит о том, чего бы мне самому не хотелось. Она никогда мне не просит о том, чтобы было там, скажем, как-то вот в разрез. То есть, ну, я не знаю, как-то так... Может быть, каким-то... Надо будет, кстати говоря, провести эксперимент. И именно про... Вот это вот проверить в момент. Вот это вот все. Вот это вот моя Джульетта. Она просто ей нравится вкус. А мне нравится, чтобы мясо было. Поэтому остаточек я нарезаю там где-то по 3-4 миллиметра. Так, чтобы именно можно было пожевать. Прямо так вот по это самое. Почувствовать, как говорится. Вот. Я что-то сейчас так сказал. Задумался. А ведь действительно так оно и есть. То есть, если она меня просит там о чем-либо. Вообще, не важно о чем. Наверное, это охренительно. В этом плане, наверное, это очень здорово. То есть, то, что мне повезло с женой, я понимаю. Это там по всяким, по разным параметрам. Но конкретно вот в этом плане, ну, она меня на дню просит об очень многих вещах. Ну, безусловно, там, помоги с этим, сделай это там туда-сюда. Или спрашивает там. Очень часто звучит именно вопрос, что кто это будет делать, ты или я. Дается выбор. Не важно. Важно то, что реально именно момент абсолютного комфорта с человеком. Нет никакого желания отказывать в чем-то. Именно потому, что она не просит о чем-то таком. А, ну, нет. Единственное, вот. Как раз таки получается, что единственный момент здесь дискомфорта, это если она меня просит о чем-то не для себя, а для других, что мне неудобно. И здесь получается, что я пытаюсь сказать, что я не хочу этим заниматься. Или мне это не нравится. Или вот ты должна сказать так-то и так-то. И если она там со мной не согласна, или какой-то очень часто социальный протокол происходит. Надо сходить туда, надо навестить тех-то, надо сделать то-то и то-то. И это, опять же, я не говорю нет, но меня это бесит. И я всегда очень громко заявляю о том, что меня это бесит. Ну, примерно вот такая вот ситуация. В общем, к какому лагерю вы относитесь, только честно. И как часто, то есть вы действительно, вам проще сделать то, что вас просит, например, близкий человек, или родственник там, или еще кто-то, проще сделать вопреки своим, скажем, интересам, ну, просто для того, чтобы сохранить отношения. И вы понимаете, что бывает, что вам и на шею садятся. Или вы совершенно спокойно можете сказать, ой, слушай, нет, я не буду это делать. Просто потому что не хочу, нафиг мне это нужно. Все, спасибо за просмотр. Про нож добавить нечего. Потрясающе удобный, невероятно острый. Я прям кайфанул. Что-то у меня не всегда так получается. На кухне, вот тут недавно был тот же самый Варго, вроде бы такая вот рекламация и так далее. А то вот одно, то другое. Здесь действительно было невероятно остро, очень-очень удобно. Ну, в общем, складной. Все равно я считаю, что вот такие вот формы, я их называю именно складной не смукоид. И, на мой взгляд, не смукоиды складные, они гораздо удачнее, чем фиксиды. Ну, то есть, вот по своей сути. Потому что они, ты от них не ждешь каких-то именно подвигов, как от ножа с фиксированным клинком. Но при этом они действительно дарят тебе радость вот таких вот подобных нарезочек. Пока, ребят.